Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Начали КОРК КОРК. Морские забавы обернулись трагедией. В Дагестане третий день ведутся поиски мужчины, утонувшего в Каспийском море. О подробностях инцидента через несколько минут. Жестокие игры владельца Махачкалинского дома ужасов, в котором погибли две девушки, заключили под стражем. В Дагестан ожидается приезд министра по делам Хаджа и Умры Саудовской Аравии. Обсудить детали поездки в республику приехала арабская делегация. Строгая дисциплина и борьба самим собой. 11 воспитанников дагестанской школы отправятся в Париж на турнир вольников. Среди них Ахмед Тажугинов, с которым встретились наши корреспонденты. В Дагестане из-за недавних ливней без транспортного сообщения все еще остаются пять населенных пунктов. От внешнего мира отрезаны четыре села Агульского района. Реча, Бедюк, Чирак, Дулдук и еще одно в Чародинском районе – Хитап. Сильные дожди в горах республики прошли 28 июля. С тех пор в муниципалитетах региона открыли проезд к 44 аулам. Сейчас последствия стихии исправляют более 40 дорожных работников посредством 20 единиц техники. В Дагестане третий день ведутся поиски мужчин, утонувшего в Каспийском море. Инцидент произошел 3 августа. На трех саббордах катались шесть человек. Они столкнулись с таблеткой, которую вез за собой гидроцикл. Сотрудники МЧС и местные спасатели вытащили из воды четырех серферов. Еще один выбрался на берег сам. Все в больнице. Отдыхающие на тюбинге не пострадали. Спасатели ищут 47-летнего мужчину. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Владельцы Махачкалинского дома ужаса, в котором погибли две девушки, заключили под стражу. Суд арестовал его до 21 сентября. В ближайшее время хозяину Квест-парка будет предъявлено обвинение, сообщает Следственный комитет по Дагестану. Мужчина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее в рамках расследования уголовного дела были содержаны аниматор и оператор развлекательного заведения. Напомним, в ночь на 22 июля в Доме ужасов произошел пожар, в результате которого одна девушка скончалась от тяжелых ожогов, а другая отравилась угарным газом. Услугами социального такси в июле воспользовались более 350 граждан с ограниченными возможностями здоровья. Стало это возможным после обращения к главе Дагестана чемпионки мира и Европы по паратэквондо с Акинат Магомедовой во время прямой линии. Минтруду республики было выделено более 32 миллионов рублей на закупку автотранспорта и дальнейшего обеспечения затрат. Данная услуга очень востребована среди подопечных министерств и не только. Уверен, приобретенный автотранспорт позволит улучшить качество жизни граждан с ограниченными возможностями. Сейчас в регионе функционируют 8 машин, адаптированных для передвижения людей с инвалидностью. Они выезжают по Махачкале, Каспийску и по пригородным населенным пунктам. Услуги предоставляются бесплатно. Пользуемся данным такси во второй раз. Очень удобно, особенно с такими особенными детками. Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто принимал участие в этом проекте, в особенности главу Республики Дагестан Сергея Меликова. Первые 9 километров строящегося обхода Хазавюрта планируется ввести досрочно. В марте этого года в Дагестане был дан старт строительству и реконструкции объездной дороги. Работы на объекте ведутся с опережением графика. Дорожники построят четырехполосный участок протяженностью 21 километр. Новый отрезок возьмет начало у границы с Чечней, пройдет южнее Хазавюрта и сомкнется с основным направлением дороги Кавказ, вблизи моста через реку Акташ. На всем его протяжении установят наружное освещение и разделят встречные потоки бетонным ограждением. В рамках проекта возведут три транспортные развязки, по пять путепроводов и скотопрогонов, а также мостовой переход через реку Ярыксу. Полностью ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2028 года. В Дагестан ожидается приезд министра по делам Хаджа и Умры Саудовской Аравии. Делегация с тауфиком Бен Фаузан Аравия впервые посетит Россию, в том числе наш регион. Предварительно обсудить детали поездки в республику приехала группа арабов под руководством заместителя министра по делам Хаджа и Умры. «Мы знаем, что Дагестан – очень важный регион для России. Но ваша республика очень ценна и для нас. Мы близки по духу. Такое многообразие языков, конфессий и национальностей на маленьком клочке земли мы не встречали нигде. И это прекрасно. Восхищает и то, какие добрые, радушные и искренние люди здесь проживают». В рамках визита они посетили Муфтия Дагестана, компанию «Марва Тур», культурные и исторические сооружения республики. В ходе встречи стороны обсудили программу посещения министра в наш регион. Его прибытие в Россию запланировано на 5 сентября. «Само Умры Саудовской Аравии – это самое главное министерство, потому что непосредственно это министерство организовывает Хадж для всего мира. Конечно, мы ожидаем, что мы еще ближе познакомимся. Принимающая сторона Саудовская Аравия, которую принимает паломников, в том числе из Дагестана, она лучше будет знать нас, будет лучше знать наши какие-то потребности, может быть, это улучшит наши какие-то взаимодействия в дальнейшем. В целом это укрепит еще больше отношений между двумя государствами». Махачкалинская «Динамо» потерпела первое поражение в сезоне. В домашнем матче третьего тура российская премьер-лигия с отсчетом 0-1 клуб из Дагестана уступил Пари-НН. Соперник поразил ворота «Динамовцев» с сомнительным о пенальте, назначенного после просмотра системы ВАР. При этом арбитр Ян Бобровский не софиксировал в штрафной гостей несколько нарушений правил еще в первом тайме. Отметим, что с 60-й минуты махачкалинцы играли в меньшинстве. С поля был удален капитан команды Муталиб Алибеков. После трех туров «Динамо» идет на 13-й строчке в турнирной таблице. Считанные дни остались до старта турнира вольников на Олимпиаде. В Париже нет ведущих россиян, но нашим любителям борьбы всегда есть за кого поболеть. На Олимпийский ковер выйдут 11 воспитанников дагестанской школы. Пожалуй, самые большие шансы на золото сегодня имеет действующий чемпион мира Ахмед Тажудинов. Курман Рагимов узнал, с каким настроем вольник отправится на игры. Годы тренировок, литры пота и крови, строгая дисциплина и борьба с самим собой. Подготовка Ахмеда Тажудинова к главному старту жизни вышла на финишную прямую. Мотивация стать олимпийским чемпионом у борца запредельная. Развешенные на стене портреты Абдул-Рашида Садулаева вот уже шесть последних лет встречали его в зале. На каждый день прихожу в этот зал, вижу Рашида фотку на пьедестале с золотой медалью. И хочется также ощутить эти эмоции, ощутить эту радость. И мы с тренировым все делаем для этого, чтобы стоять там с золотой медалью. Спортивный путь борца начинался в родном селе Гергебель. На ковре не всегда все складывалось. Как и многие, в юношах Ахмед чередовал победы и поражения. Звезда Тажудинова зажглась после перехода в сборную Бахрейна и победы на прошлогоднем чемпионате мира. Признается, года три назад на такое бурное развитие карьеры он даже не рассчитывал. Тогда только это было в мечтах, потому что такая сильная конкуренция была. Даже на Европу, мир по молодежи, по юношам попасть, это было очень тяжело. Поэтому не думал, что так рано это все будет. Все так резко и неожиданно получилось. Расскажи, как изменилась твоя жизнь после этого чемпионата мира? Ну, жизнь, конечно, изменилась. Люди начали узнавать, на улице подходят, фоткаются. Это, конечно, еще сильнее мотивирует. Это радует, что вот так подходят. Когда-то мальчишка, я сам подходил, у меня очень много фотографий. Я сам был таким, подходил, фоткался. И чуть начал тоже зарабатывать, родители помогают. Хотя бы чуть-чуть им тоже надо ответку дать, потому что они очень много вложили меня. К играм в Париже 21-летний вольник подходит в качестве одного из фаворитов полутяжелого веса. На этой Олимпиаде болельщики возлагают на него самые большие надежды. Подготовка у меня идет очень даже хорошо, без травм, самое главное. Мы столько сборов прошли уже. Сейчас остался последний этап. Уже потихоньку вхожу в стопроцентную форму. А так главным претендентам чуть наоборот более уверенность дает, потому что после мира такую уверенность тоже получил я. Поэтому чуть холоднокровно выйду и думаю, сделаю все, что в моих силах. Всего в столице Франции выступят 11 воспитанников дагестанской школы борьбы. На Олимпийский ковер они выйдут под флагами девяти стран. Турнир вольников стартует 8 августа и продлится четыре дня. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok